Легендарный отель Плаза принимает 55-й ежегодный благотворительный бал Петрушка. Это фантастически красивое мероприятие объединит сегодня больше 700 гостей. И каждый из присутствующих имеет непосредственное отношение к развитию благотворительных программ общества помощи русским детям. Бежавшие от революции российские иммигранты почти 100 лет назад основали в Америке общество помощи русским детям. До 1991 года оно помогало русским детям по всему миру, а после распада Советского Союза сосредоточилось на помощи тем, кто живет в России. За почти вековую историю общества придумывались разные программы, но флагманским проектом был и остается бал Петрушка. Это одно из самых ярких и светских событий культурной жизни Нью-Йорка. При этом важно помнить, что от любого другого бала его отличает основная цель – благотворительность. В плане сбора средств, как мы говорим, что это не только те деньги, которые нам удается собрать с помощью продажи билетов, лотереи, пожертвований. Но мы также каждый год приобретаем много новых друзей, новых патронов, людей, которые делают пожертвования потом в течение года. Кто-то оставляет, допустим, общество в своем завещании, упоминает, мы получаем большой такой биквест. Но, в принципе, мы собираем, скажем, может быть, чистая прибыль порядка 100 тысяч долларов. То есть для мероприятий такого уровня, может быть, это не так много, но для наших программ это значительная сумма. Изначально бал Петрушка задумывался как бал для своих. Узкого круга знати, аристократов с богатой родословной. В то время бал был больше похож на чаепитие, за которым вальсировали и вели светские беседы. Мы с мужем придумали бал Петрушка еще в 60-х. Я очень горжусь тем, что дело нашей жизни и процветает. Подобные благотворительные вечера необходимы. Они дают возможность узнать о нашем обществе в помощи более широкого круга людей. И, безусловно, способствуют привлечению финансовой поддержки. Бал, который мы старательно организовываем целый год, важен как для нас, так и для наших подопечных детей. Бал Петрушка считается главным событием русской диаспоры Нью-Йорка. Дресс-код не меняется уже больше полувека. Дамы в вечерних платьях в пол, их спутники в смокингах. Несмотря на бешеный ритм времени и демократичность 21 века, потомки аристократов по-прежнему с трепетом относятся к традиции и посещают Петрушку. Одна из легендарных представителей голубых кровей, княгиня Аболенская, потомок самого Рюрика, не пропускает ни одного балла. Я вижу, что этот бал и общество помощи детям растут с каждым годом. Вообще, мне кажется, что осознанная благотворительность и осведомленность людей в этом вопросе в целом растет. Благотворительные проекты начинают в хорошем смысле жить своей жизнью. Все больше людей увлекается и все больше запереживают. Наблюдать все эти перемены очень приятно. Помогать другим – самое важное, что мы можем делать в этой жизни. Забота, внимание и помощь тем, кто рядом, всегда была частью русской культуры и традиции. Традиции сохраняют во всем. Даже протокол изменяется с годами. Сначала ужин. Он всегда проходит в изысканно украшенном зале. На сцене выступают приглашенные звезды. В этом году солисты Метрополитен Опера порадовали гостей Арии из Евгения Онегина. Здесь, в Америке, смешивается множество разных культур. Поэтому особенно важно помнить о своих корнях и сохранять традиции. Петрушка-бал – это удивительный баланс богатства истории и современной реальности. Ужин, бальные танцы и опера. Пока бал не отличается от любого другого светского раута. Но как только танцы разрываются присядкой, гостей не остановить. Мы еще раз доказываем всем – русские знают толк веселья. Петрушка-бал принес море эмоций своим гостям и больше 100 тысяч долларов организаторам. Все эти деньги, в пересчете в рубли, будут перечислены детским домам и приютам. Преабилитационные центры для детей с психическими и физическими отклонениями. В частности, стараниями общества помощи русским детям сотни малышей с лицевой патологией получили шанс на нормальную, здоровую жизнь. Самое мне очень интересно с этим баллом, потому что этот бал – такая немножко верхушка айсберга. То есть, как бы, есть вот такое светское мероприятие в Нью-Йорке. Как бы, мы с Олей видели, что, как бы, вот это светское мероприятие в Нью-Йорке, что происходит в России. Это абсолютно не светское мероприятие. То есть, там действительно и происходит помощь, помощь детям. То есть, вот там центр преодоления, там лечатся дети с ДЦП, ездили несколько интернатов, выходили на елку. И очень приятно просто видеть вот этот весь вот процесс, когда здесь собираются люди, они поднимают какие-то деньги, какие-то средства, и эти средства уходят в Россию на вот эти нужды помощи детям. Вот это, на самом деле, очень приятно, что это, на самом деле, только маленькая часть того, что происходит в этой организации. К проектам общества помощи может присоединиться каждый в любой момент. Сбор средств не ограничивается балом Петрушка. Чаще всего организаторам задают только два вопроса. Как можно помочь и почему американцы в принципе помогают русским детям? Я волонтер в одной из больниц Нью-Йорка. И я вижу, как много детей сейчас нуждаются в профессиональной медицинской помощи. К счастью, у нас здесь очень хорошее качество медицины. Прекрасные больницы со всем необходимым оборудованием. Но я прекрасно понимаю, что, к сожалению, не везде в России у детей есть подобное. Только вникая в эту проблему, понимаешь, насколько важно то, чем мы занимаемся. А осознание делает желание помочь еще сильнее. Успех балла Петрушка и работы благотворительного общества в целом зависит от участия небезразличных людей и компаний. В любой день вы можете поддержать уже действующие инициативы помощи русским детям. И помните, не существует понятия «незначительная помощь». Любая помощь имеет значение. Алина Полянских, Павел Ощулов, RTVI, Нью-Йорк.